Всем привет, с вами Priya. Сегодня мы поговорим о относительно интересной теме, а именно о теме активных подписок в нашей любимой игре World of Warcraft, дополнение Battle for Azeroth. Итак, есть очень простая на самом деле модификация для тех, кто пользуется ее давно, ну и относительно сложная для тех, кто установит ее впервые, так как разобраться с ней потребуется немножечко времени. Викаурус. Модификация Викаурус позволяет отображать на экране различные бонусные эффекты, различные негативные эффекты и абсолютно все-все-все, что происходит в способностях вашего персонажа в каких-либо срабатываниях эффекта. У любого аддона есть разработчики, у любого аддона именно модификации есть создатели. Создатели, разработчики все усердно трудятся над модификацией, иногда ищут что-то интересное. Так вот, относительно недавно при загрузке нового API разработчиками данной модификации была выявлена относительно интересная информация. Информация заключается в том, что при старте дополнения Battle for Azeroth активное количество активных, что самое главное, аккаунтов составляло 3 миллиона 200 тысяч. В текущий же момент 1 миллион 700 тысяч. Это очень плачевные цифры для данной игры. Быть может, вы подумаете, что ничего себе, 1 миллион 700 тысяч игроков, это же большое количество на самом деле. Вспомните прошлые дополнения, когда официально выгружались эти данные касательно активных подписчиков. По-моему, цифра была в 5, а то и в 6 раз больше. Потом, конечно, чуточку на спад пошла после лича, но даже при старте дополнений все было намного интереснее. Но, как уже успели высказаться сами разработчики, так это то, что по данному API не считалось китайский регион. Хотя, на самом деле, ставит небольшое заблуждение это высказывание, если честно. Крайне плачевные цифры. Мне очень жаль видеть то, что в текущий момент на самом-то деле людей относительно немного играет в Warcraft. Кого не спросишь, так стандартные ответы идут, что я не играю, мне не нравится, я не играю, у меня времени нет. Да, все понятно, люди вырастают, у людей появляется работа, у людей появляются семьи, дети. Знаете, социально мы все развиваемся и как-то вырастаем из игр, но все же уделять играм времени нужно, к примеру, так много. Можно уделять, не знаю, часик-два в день, хоть и не рейдить, но пройти какую-нибудь основную сюжетную цепочку, если эта игра реально тебе интересна, отдать ей какую-то, что ли, дань уважения. Хотя, на самом деле, быть может, я просто фанатично к этому отношусь. И в текущий момент ничего не имея из социального такого, что было мною перечислено ранее, могу так говорить о том, что в эту игру можно хоть как-то играть, а может быть даже и нужно. Все-таки Warcraft это MMORPG, игра социальная, в которой люди приобретают новые знакомства. По факту, не выходя из своего игрового места, это реально классно. За 8 лет игры я познакомился с чудесными людьми, с многими из них я общаюсь до сих пор, с многими из них я поддерживаю хотя бы хоть какой-то контакт, и это реально классно. Но на самом деле то, что происходит в текущий момент в игре, это очень плачевно, если честно, и с какой-то стороны даже можно понять тех людей, которые просто-напросто отменили подписку после того, как поиграли какое-то время в Battle for Azeroth. Battle for Azeroth, не стоит скрывать, это Легион версии 2.0. Но, если же вам нравился Легион, то почему бы и не поиграть в Battle for Azeroth? В Battle for Azeroth есть фронты, есть экспедиции. Окей, ладно, есть те же локалки и те же мифик плюсы. Рейды, конечно, по переработанной системе лута теперь нету такой функции, как распределяют ответственные, есть только персональная добыча. Но даже с ее помощью можно весьма неплохо выехать по этом левелу как для себя, так и для своих участников группы рейда. И все может выйти так еще вполне неплохо на самом деле. Быть может, просто люди наигрались в эту игру. Будет очень плачевно, если Battle for Azeroth будет последним дополнением для этой игры. Хотя, как говорили разработчики, есть планы по истории еще на 3 или на 4 дополнения. Я очень надеюсь в то, что все эти следующие дополнения, а быть может и последующие после них, после этих 3-4, будут очень классными, лояльными для игроков абсолютно всех слоев. Это очень хочется видеть. Так как в текущий момент игра строится уж слишком для того, чтобы человек сидел и вливал кучу своего времени. Да, конечно, но то она и ему RPG. Мы должны вливать свое время с целью развития персонажа. Но как-то не настолько сильно. Я думаю, вы понимаете почему. Ну что ж. Я думаю, монолог мой на этом можно окончить. Касательно активных подписок я рассказал. Касательно своих мыслей в этой игре я рассказал. Мне нравится Warcraft. Это чудесная игра. Но то, что сейчас в ней происходит, я надеюсь, это исправится в текущее время, в ближайшее какое-либо. Думаю, вы надеетесь тоже. Кто надеется, плюс чат и какие-либо свои мысли об улучшении контента. Как текущего, так и грядущего. Берегите ноги. До скорого. До свидания. До свидания. До свидания.